Я не верю на этих партнеров. Здравствуйте, вы слышите нас? Привет, Боб. Привет, Аташа. Да, коллеги, Боб Хартли оценит игру и ответит на ваши вопросы. Боб, вы понимаете об этом? Мы получили тяжелый начальник. Они получили на первом этапе, поэтому, естественно, это не так, что вы хотите начать по-другому игре против очень хорошего клуба. Но это так, как мы получили. И потом, в втором периоде, мы получили проблемы. Мы получили пять minor penalties. И вот там, естественно, вы не можете получать хорошую периоду, когда вы получаете так много penalties. Мы получили это в третьем периоде. Но, знаешь, мы получили время. Поэтому мы просто должны узнать от этого игра. Тяжелое выдалось начало сегодня. Пропустили на первой же минуте. Противник забросил свою первую смену. И, конечно же, так никогда не хочется начинать выездные игры, когда ты встречаешься с очень сильным противником. Во втором периоде мы очень много удалялись. Пять раз ребята сидели на скамейке страхников. После такого, конечно же, сложно вернуться в игру и сложно наладить ход. Тем не менее, мы продолжили в третьем периоде. Играли хорошо, но нам не хватило времени. Будем просто делать выводы из сегодняшнего матча. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Если можно... Вы считаете, не пора ли перестать ставить звено Стася против первой тройки Уфы? Похоже, они уже не могут их сдерживать. Это первый вопрос. Вы не думаете, что это высоко время, чтобы не перестать ставить Стася против первой линии Уфы? Потому что они уже не успевают их держать? Нет, нет. Я думаю, что мы имеем четыре линии, которые могут сделать работу. Но, знаете, они получили хороший начальник. Они победили на первом этапе. И, конечно, хоккей – это ошибка. И, конечно же, это не так, как мы хотели начать. Но, в то же время, как я уже говорил, Уфа – у них отличная команда. Вы посмотрите на эту линию, Гранлин, Менинен и Артекайн. Это, наверное, лучшая линия в хокке сейчас. У нас, по большому счету, три-четыре полноценных звена, которые могут здорово играть и могут хорошо действовать. Но Уфа сегодня просто отлично начала матч и забросила в первую же смену. В хоккее все решают ошибки. И, конечно же, не хочется, чтобы так было. Но посмотрите на вот это звено Хартиканина. Возможно, это одно из, в принципе, сильнейших звеньев. Поэтому так оно получилось. Как вы считаете, может быть, «Авангарду» сегодня стоило больше рисковать? Потому что оба гола плотно индивидуальных усилий после потери у борта. Спасибо. Вы считаете, что «Авангарда» должен был больше риск сегодня? Потому что оба голы были получены без ассистов, и это только для каких-то индивидуальных экзаменов. Да, ну, в третьем периоде я очень понравился, как мы играли. В первом периоде я чувствовал, что мы всегда были вторыми на паке, вторыми на борту. И в втором периоде, если вы берете 10 минут на пенальти, 10 минут на пенальти из 20 минут, то, конечно же, вы не получаете никакого момента. Поэтому мы взяли наших лучших игроков из-за того, как мы сидели в боксе. И так далее, в первых 40 минутах, я не думаю, что мы не дали себе возможность победить. Но в третьем периоде я думаю, что я люблю, как мы играли. В третьем периоде мне понравилось, как мы играли. Во втором, конечно же, мы всегда, в каждом моменте были вторыми у шайбы, и просто мы отставали от уфы. А во втором стоит отнять просто 10 штрафных минут из 20 минут чистого игрового времени. И здесь уже понятно, что никакого хорошего периода просто не может получиться, когда половину времени и ребята отсиживают в штрафном боксе. Боб из Салавата ушел Линус Умарк. Вместо него теперь играет Маркус Гранлуд. Насколько сильно, на ваш взгляд, изменилась игра Салавата? Стало ли сложнее играть против первой тройки? Спасибо. Линус Умарк. Линус Умарк. И теперь Гранлуд взяли его место. И ты думаешь, что теперь это будет тяжело играть против первой тройки? Ну, это разница. Линус Умарк. И я думаю, что все знают, что он играет в многое. И, в принципе, когда ты говоришь о путь контроле, ты говоришь о креативе. Вместо этого, в том, что Линус Умарк есть один из самых важных игроков в игре. Когда это касается Маркус Гранлуд, вы говорите о двух-вейной игре. Я coached его в Калгаре. Он понимает, что он играет. Он очень сильный игроков. Это отличная листья с Менненом Артекainen. Но, я думаю, что обоих игроков, в том, что Омарк или Гранлуд, они имеют свои силы, но они две совершенно разные игроки. Все стало по-другому, потому что Умарка прекрасно все знают и знают, на что он способен. Он играл в разных лигах. Что касается контроля шайбы, креатива, он очень талантлив, и он один из лучших таких игроков в целом в хоккее. По Маркусу Гранлуду, я знаю, что он разносторонний игрок. Я тренировал его в Калгаре. И сейчас, в связи с Манининым и Хартиканиным, конечно же, смотрится он по-другому. Но, тем не менее, все знают, что и у того, и у другого есть свои сильные стороны. Спасибо, коллеги. Вопрос от Дмитрия Пономаренко. Что делать с Хартиканиным? Не нужно ли ему уже давать персональную опеку? Что мы должны делать с Хартиканиным? Может быть, кто-то может взять его лично, для нашего команды. Мы должны уничтожить его после игры. Нет, ни один в КХЛ может остановиться Хартиканиным. Он может быть лучшим игроком и защитить его. Он может быть сильным. Он может быть только контейнером. Это наш первый раз играть с ним. И мы сделали хорошие работы с ним. Вот, наиболее, на втором пустой, на второй пункте. Он просто поверил его из-за. Это кто он виноват. Если он покинет тебя, он будет подниматься. Он не будет у него. Он не будет двигаться. Это бизнес, что линии, это позициями, что-то парнии, которые ошибки. У него есть движения. чтобы дать кредит на то, что оно принято, и Артекайнин – невероятный игрок. Если он выходит перед тобой или на тебя, то просто уже невозможно его сдвинуть в сторону. Вообще в хоккее легко ткнуть пальцем в кого-то и сказать, что он сделал ошибку или что-то сделал не так. Но также очень важно похвалить и отдать должное тому, кто это действительно заслуживает. И я думаю, что Артекайнин как раз такой хороший игрок, которого стоит похвалить. Спасибо большое. Вопрос от Владимира Бакулина из КХЛ. Вопрос от Боба Харкина. По какой причине сегодня не играл Вилли Покко? Почему Покко не играл сегодня? Вилли был уничтожен. У него повреждение. Хорошо. Спасибо, коллеги. Если больше вопросов нет в онлайн, давайте отпустим. Спасибо. Спасибо всем. Коллеги, мы готовы продолжить нашу работу. Томми Ламс, главный тренер команды. Так, просто небольшой комментарий после матча. Спасибо. Мы начали очень хорошо сегодня. Это было большое дело для нас, что мы победили первый гол. Первый первый матч. Это был очень важный матч для нас. Я думаю, что это почему наша команда была очень хорошей энергетикой. И я думаю, что это одна из причин, что мы сегодня играли, наконец-таки, первую игру дома. Сегодня наш ПК – отличный работа. Мы уже сделали это во время дороги. Мы сделали много работы с нашим пеналтизмом. И сейчас мы были несколько дней, когда мы не играли. Мы продолжили, и сегодня наш ПК выглядит, как оно должно быть. Сегодня наше большинство выглядело прекрасно. И так как мы хотим, чтобы оно выглядело, у нас были проблемы на выезде. Но мы продолжали, после того, как команда вернулась сюда в Уфу работа над этим компонентом. И, как сегодня мы видим, сегодня нам удалось проявить себя очень хорошо в меньшинстве. Считаю, что сегодня мы победу заслужили нашей хорошей игрой. В третьем периоде мы достаточно уверенно действовали. Да, сопернику удалось один гол забить. Однако, несмотря на это, мы сегодня показали очень хорошую игру. И поэтому, еще раз повторюсь, сегодня мы заслуженно победили. Если готовы. Спасибо большое. Вопрос в чат пришел от Дмитрия Пономаренко. Томми Ламси. Были ли опасения, что после ухода Уморка ослабнет первое звено? Но сейчас создано новое. И кто там мозговой центр? Линус, как мы все знаем, он очень хороший player. И он был большой партой Салават Юлай. Но я знал Маркус Кранлунд, и я знал его skills, и какой он player. Так что я не волновался, и я не волновался больше всего. И сегодня у нас есть три партия, которые имеют мозговые. И их химистрия очень хорошая. Так что я думаю, это хороший начальник для них. и это очень хорошо. С какой целью после поездки, после выезда, Амиров был отправлен в Тарос? Амиров, он молодой игрок, и он должен играть. Он должен играть много. В данном случае, в нашей команде, у нас есть очень хорошая соревнования между командами, кто в лейнапе. Поэтому Амиров играет в Тарос. Амиров, молодой игрок, ему нужно как можно больше играть, по этой причине отправился Тарос. У нас хорошая конкуренция в линии нападения, у нас очень много хороших игроков, поэтому лично для Амирова сейчас необходимо как можно больше играть. Добрый вечер, Азамар Швулуков, Медиа Корсидь. Первый вопрос о Ларсене. Почему он отсутствует, когда вернется? Он забыл, просто забыл. Я не знаю, когда он вернется. Надеюсь, скоро. Что касается Ларсена, он заболел, и когда он вернется, к сожалению, сказать сейчас не могу, но надеюсь, как можно скорее. В каждом матче Салават один-два раза хорошо реализует большинство, а в остальные попытки может быть один бросок или вообще без бросков. Ларсен не тревожит вас, спасибо. Это последний. Ларсен. Филипп, он большой партнер для нас. Он играет там, я думаю, это четвертый год. И когда мы идем с первыми пять передачами, это не так легко. И мы пытаемся найти какие-то кусочки, как мы можем улучшить нашу партнер. И сегодня у нас были возможности, но мы не успели. Как можно сказать, я не волнуюсь, но мы должны работать с этим, пока Ларсен вернется. что не все большинство удается нам использовать на полную. Александр Усманов, вопрос такой. С чем связана низкая результативность Сосникова на старте чемпионата, и планируете ли вы искать для него новые сочетания? Я думаю, пять игр, четыре победы для нас. Так что результат очень хорошо. Это первое. И в каждом матче Сосникова он имеет шансы, и это только время, когда он победил первое место. И я думаю, что после этого все хорошо. как я сказал, после матча в Москве наша команда была немного empty, после трех тяжелых игроков. и это была причина для пенальти. Поэтому сегодня все наши игроки были очень хорошо фокусены на игре. Это одна причина. И мы имеем очень хорошие команды, мы имеем смартные игроки, и все понимают, что если мы провести слишком много времени на боксе, то это тяжело победить. Но я очень счастлив, сегодня с какой-то дисциплиной мы получили. однако сегодня наше меньшинство нашей команды сыграло намного лучше, и я думаю, что это один из залогов успеха. Коллеги, сейчас, может быть, перейдем к игрокам Омского Магарда, потому что ему достаточно скоро ехать. Давайте их отпустим сейчас. Давай последний вопрос зададим от Владимира Бакулина. Насколько готов играть Алексеев, и увидим ли мы его в матче против Торпеды? Возможно, он готов. Возможно, да, он уже практически готов. И приступаем к игрокам. Спасибо. Коллеги, всем здравствуйте. Александр Хохлачев у нас на связи. Сначала оценит игру, потом ответит на вопросы. Саша, пожалуйста, мнение по игре. Да, ну, нахватали много удалений, они там реализовали большинство, а мы не реализовали, поэтому где-то проспали первые два периода, в третьем не успели спастись. Спасибо, коллеги. Вопросы ваши, пожалуйста. Добрый вечер, Александр. Вы согласны с тем, что у «Авангарда» сегодня было туго именно с тем, чтобы выйти на опасную позицию, нанести хороший бросок? Особенно в концовке, когда Салават много сушил. Спасибо. Спасибо. Ну, где-то, я опять же скажу, что первые два периода провалили, грубо говоря. Там много играли в меньшинстве, в третьем начали уже бегать, что-то там нагнетать у их ворот, но где-то, да, не хватило острости нам. Отлично. Спасибо. У кого-нибудь есть вопросы? Почему, спрашиваю, не хватило этой самой остроты? Не знаю, сезон долгий, бывают такие игры. Где-то будем разбираться завтра. По-моему, все. Да, коллеги, спасибо. Нет, все, спасибо большое. До свидания. Подведение итогов, Евгений, по поводу матча, в общем. Я не понимаю, слышат меня, нет? Да, да, да. Подведение итогов по поводу матча. Ну, матч выдался очень интересный. Соперник непростой, была своего рода проверка. Как бы, готовили мы к таким играм, и, ну, мне кажется, что мы провели достаточно хороший матч. Играли все вместе одной командой, друг друга поддерживали по страхованию, выполняли тренерские установки и, в принципе, добыли хорошую победу. Коллеги, готовы переходить к вопросам? Добрый вечер. Евгений, как вы оцените свою собственную игру на старте чемпионата? У вас за эти игры было несколько важных потерь, вы удалялись. Удовольны ли вы сами собой? Ну, всегда есть на чем работать, это только начало сезона. То есть, конечно, есть моменты, которыми я недоволен, но, опять же, на начало сезона я знаю, на чем надо работать, и, думаю, будет дальше только лучше. На чем работать, например? Ну, улучшаяся игру, наверное, в большинстве. Где-то, ну, вот, как, например, один из аспектов. Вопросы? Евгений, что поменяли после матча со Спартаком? Потому что там Салават, ну, не смог толком навязать борьбу. Сегодня мы увидели совершенно другую команду. Это психология или что-то другое? Ну, наверное, это все вместе. И психология, и тактика. То есть, ну, мы разобрали моменты, в которых что-то где-то не получалось. У нас тоже меньшинство посмотрели, сделали выводы. То есть, вышли и по-другому играли сегодня. Олег Твернов, скажите, новая форма сейчас, новый дизайн логотипа. И вот особенно вот эта форма, в которой вы сегодня играли. Хотелось бы узнать, насколько вам нравится это все? И как в команде вообще вас приняли? Потому что, ну, выглядит действительно хорошо вроде бы. И ярко, и модно. Ну, в команде, в принципе, восприняли хорошо. То есть, что-то новое, свежее. То есть, и форма, как бы, ну, всем нравится. То есть, как бы, я недовольных не слышал. Хорошо, вопрос от Владимира Бакулина и Евгений. Насколько сложно было войти в динамичную группу после того, как пропускали прошлый матч? Ну, я бы не сказал, что прям сложно. То есть, с самого первой смерти, то есть, что мы, что в ангар задали высокий темп. И, то есть, этот ритм начался с самой первой смены и продолжился прямо до конца игры. То есть, сразу сходу, то есть, все включились и все работали. То есть, и было, в принципе, нормально. Александр Русманов, какая установка была от главного тренера на третий период? Потому что очевидно было, что начали сушить игру. Ну, установка была продолжать играть в свой хоккей. Опять же, играть проще. Держать в чужой зоне больше шайбы, чтобы не давать противнику моментов создавать или еще что-то. То есть, ну, выиграть игру задача была. Казалось, что сегодня Гарипов не особо уверенно действовал именно при дальних бросках от синей линии. Вы как-то учитывали этот момент? И, может быть, были какие-то подсказки о тренеру? Ну, сложно ответить. Ну, в любом случае, я думаю, что Гарипов хороший вратарь. То есть, и с тренерами мы разбираем все, готовимся. То есть, и, мне кажется, любой хороший бросок, он оправдан. То есть, если была возможность, мы старались больше бросать. Ну, я почему задал вопрос? Потому что казалось, что в большинстве, когда вот вы выходили на лед, не особо охотно вы бросали, а игру Гарипова как бы можно было отметить. Что вот он не уверен был на дальних бросках? Ну, тоже, опять же, игра в большинстве. То есть, это такой аспект, что, ну, если линия такая спорная, то есть, ну, и открыт напарник, и у него более выгодная позиция, то я стараюсь как бы стянуть и отдать напарнику. То есть, если бросок не оправдан, то, я думаю, лучше не бросать. Евгений, не тяжело ли вам Дмитрием Корбовым в психологическом плане, учитывая то, что происходит в вашей стране? Я к чему? К тому, что вы говорили, что переживаете за своих родных, но вот очень часто, допустим, у меня есть тоже знакомые в Беларуси, до которых невозможно было даже дозвониться. Как вот эта ситуация скажется на вашей игре? Сильно переживаете? Ой, давайте, наверное, мы поговорим про игру сегодняшнюю, про хоккей, потому что, наверное, это... Ради этого мы, наверное, все здесь собрались. Но все равно это же касается этой игры, или вы спокойны? Ну, то, что касается игры, мы выходим на каждую игру готовы, настроены и отдаемся полностью. Молодец, Евгений, спасибо большое, на это мы вас отпускаем. Спасибо большое. До свидания. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. Ждем ваши комментарии по матчу в первую очередь. Ну, прежде всего, мы довольны игрой. Забрали два очка, знали, что Омск идет, так скажем, без проигрыша. Хорошая серия у них. Готовились к этой игре и, считаю, достаточно заслуженно выиграли. Да, в конце было немножко тяжеловато. Могли, считаю, что и реализовать еще большинство атак. Приятное впечатление после игры. Очень хорошая команда Омск, поэтому мы рады двум очках. Скажите про третий период. Салават ушел в глухую оборону, только изредка уходил в атаку. Это было сказано вам, ламсы, перед началом периода или просто по ситуации действовали? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, я не скажу. Не было такого, чтобы у нас была установка на третий период, уходить в глухую оборону. Просто так складывалась игра, да. Омск немножечко добавил. Мы немножко стали, так скажем, перестраховываться, может быть, в каких-то моментах. Ну, абсолютно на каждые все три периода было установка играть в свою игру. Поэтому старались выполнять. И, ну, так получилось, да, что, может быть, со стороны показалось, что немножко ушли в оборону. Может быть, и отчасти это так. Ну, хорошо, что выставили, довели матч до победы. Еще один вопрос. Сегодня на матче было примерно 3600 зрителей. Как оцените поддержку в таких ограниченных условиях? Спасибо. Ну, вы знаете, тут как комментировать сложившуюся ситуацию вообще, в принципе, в мире, да. Мы очень рады, что хотя бы столько болельщиков у нас, да. И поддержка была, не знаю, не могу сказать, что три, четыре, пять как бы как-то отличаются. Сегодня здорово нас поддерживали первый домашний матч. Мы слышали, и нам очень приятно, и огромное спасибо болельщикам. Опять здорово сделали баннер, заводили, гнали вперед, поэтому огромное спасибо. Олег Чернов. Вопрос про то, как сейчас вот с более узкой площадкой, вот лично вам и команде. Да, вы знаете, еще в том году как-то кто-то перешел, кто-то не перешел. Мы, в принципе, готовились, да, эти сборы были у нас дома здесь, в Уфе. Поэтому, да, абсолютно нормально, хорошие. Да, привыкли уже, так как раньше, так скажем, было не очень привычно с европейской приезжать на канадскую или на финскую. А сейчас, в принципе, все в равных условиях, поэтому только позитивное, только позитив от того, что перешли на такие площадки. Нагрузки на старте сезона сейчас высокие, средние, как оценивать их? И сегодня очень хорошо бегали, передвигались после такого выезда. Пока на старте сезона много сил, поэтому... Прошу прощения, а что вы имеете в виду в плане нагрузок? Вы имеете в виду тренировочный процесс? Да-да-да, тренировочный процесс и зал. Ну, у нас, мы готовимся, тренера нас готовят специально, да, то есть мы приехали после поездки, приехали достаточно рано. Тут часовой поезд оказался плюс два часа от Москвы, поэтому мы отдохнули, подготовились. Ну, дай бог, мы и занимались достаточно хорошо этим летом, хорошая была подготовка, поэтому все идет по плану. Под каждую игру, под каждый там отрезок мы готовимся специально, то есть... Поэтому, дай бог, я думаю, думаю, что сил хватит на весь сезон, будем стараться так играть. Спасибо. Здравствуйте, Вячеслав. Как поменялась система игры при Томми Лаймси? Показалось, что на старых сезонах хоккей стал намного попроще. Ну, естественно, поменялись нюансы какие-то, да, но, вы знаете, я бы не сказал вообще, в принципе, да, это так можно долго обсуждать, разговаривать на эту тему, потому что мое личное мнение, что все равно площадка немножко меньше, да, финская, и поэтому немножко хоккей, конечно, стал, я так считаю, может, многие не согласятся со мной, немножко, в принципе, проще, да, больше такой вертикальный немножко, может быть, поэтому со стороны может показаться, да, что как-то мы стали играть или, может быть, все стали играть проще. Ну, а, естественно, какие-то нюансы поменялись у нас в плане тактики немножко, как бы, ну, мы тренировались, это готовились, поэтому, ну, я думаю, что вы же смотрите со стороны, наверняка что-то вам бросается в глаза, чтобы уже что-то по-другому стало. А так, конечно, безусловно, поменялись в каждом среде свои видения, но все равно, как бы, что-то осталось прошлого года, что-то поменяли. Спасибо большое, мы ждем Алексея Семенова. Большое вам спасибо, до свидания. Алексей Семенов с нами, нас слышно? Да-да, все хорошо. Комментарий по игре. Ну, хорошая боевая игра. Мы узнали, что соперник будет прессинговать, он очень быстрый, техничный. И мы начали свою игру навязывать, так что первый период показал, что неплохо это делали. Вот, так что... И потом уже второй, третий, как бы, уже пытались играть. Понятно, что эта игра была от ножа, но додавили, и вы выставили, когда надо. Добрый вечер, Алексей. Можете сравнить этот авангард с авангардом образца плей-офф? Чем отличается эта команда от весенней? Спасибо. Сейчас тяжело вообще говорить и сравнивать, потому что первые игры, я думаю, дальше посмотрим. Хорошая команда у них, боевая и техничная. То есть, где-то у них что-то не получалось, где-то нам повезло, где-то мы забили больше. То есть, дальше будем смотреть, разбирать. Так, коллеги, есть ли вопросы? Денис Тейпов, Горобзор.ру. Алексей, в матче с Спартаком было много удалений, и у вас в том числе... Как вы поговорили с командой, от чего эти удаления шли, и почему они сегодня исчезли? Ну, вы же понимаете, тяжелый выезд был, и уже к Спартаку. Я не знаю, понятно, что никаких не должно быть там отмазок и еще чего-нибудь. Мы готовились к игре, но где-то у нас не получалось что-то. Может, и где-то физически немножко там подсели, потому что реально тяжелый был первый выезд. Приехали домой, отдохнули и показали, что можем играть с сильным соперником. Отлично. Вопрос от Семена Галькевича. Высказали ли Хартиканину, что не забил? Высказал? Да нет. Почему я должен был ему высказывать? Хороший момент был, у него был практически пустые ворота. Ну, не забил, не забил. Работаем дальше, он потом выехал, забил. Может, он просто не нравится забивать пустые ворота. Прекрасно. И вопрос от Владимира Бакулина. Алексей, как чувствуете себя в физическом плане? Ну, хорошо, хорошо чувствую. Все отлично, работаем каждый день, выкладываемся на тренировках, готовимся к играм. Знаем, что сезон будет тяжелый и неоднозначный. Так что, я думаю, все готовы. Посмотрим, что дальше будет. Будет интересный сезон. Отлично. Коллеги, есть ли вопросы? Вопросов больше нет. Алексею тоже огромное спасибо. Всех ждем на матче с торпедо. Спасибо большое. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...